Всем большой привет! С вами вновь Александр. В ассортименте магазина Мир Автокресел появился новый бренд. Лионелло называется. Это Польша. Модель, которую сегодня мы с вами рассмотрим, называется, так интересно, Каспер. Это кресло универсальной категории 1, 2, 3. Прошло, естественно, европейскую сертификацию на безопасность, поэтому ребенка доверять этому креслу можно. Мне это кресло понравилось, поэтому я хочу сегодня о нем вам рассказать более детально. Рассмотрим, что оно из себя представляет, как его крепить. Ну и, в принципе, в заключении, мое мнение, как обычно. Повторюсь, кресло категории 1, 2, 3, то бишь с 9 месяцев до 12 лет. Вы один раз купили это кресло и забыли. Больше ничего докупать не нужно. Кресло выглядит у нас вот так вот. Так вот у нас спереди. Соответственно, сразу хочу немножечко про ткани сказать. Вот я когда его взял, просто и сразу притормозил, и начал щупать ткань. Ткань действительно крутая, очень приятная тактильная ткань. Вот прям хочется в нее лечь, знаете, и лежать. Очень уютная, мягкая, приятная тактильная ткань. Вообще без вопросов. Прям очень классная ткань. Ну да ладно, ткань это ткань. Посмотрим, что у нас здесь есть для ребеночка. Для 9-месячного ребеночка, как закон, производители комплектуют кресло вкладышами. И это кресло не исключение. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот вкладыш сделан для того, чтобы лучше фиксировать сбоку ребенка, снизу. Это у нас с 9 месяцев, ну и где-то там годиков до 2-3 можно, в принципе, использовать этот вкладыш. Но в дальнейшем его нужно будет убирать. Так, 9-месячный ребенок в этом кресле, как обычно, крепится пятиточечной системой ремней. Все стандартно. Мягкие накладочки здесь есть и на плечевой, и на паховой. Очень мягкая накладочка сразу установлена. Здесь, кстати, использованы очень крутые замки. Название замочка сейчас где-то всплывет, увидите. Это известная компания, которая славится своей надежностью замочков. Вот, собственно, вот так мы крепим 9-месячного ребенка. Так, что касается комфорта, кстати, вот 9-месячному ребенку это особенно нужно будет. Здесь есть регулировка наклона спинки. Она осуществляется за счет, вот здесь вот спереди регулировочка, мы ее крутим. Вот, и, собственно, осуществляем наклон. Вот, вы видите, да? Немножко покрутили и спиночка наклонилась. Так, что касается подголовника. Подголовник, естественно, регулируется по высоте. Сейчас ремни уберу. Подголовник, естественно, регулируется по высоте. Ребенок растет, соответственно, подголовник растет тоже. И что мне нравится, здесь не нужно ремни отдельно подрост ребенка регулировать. Они регулируются вместе с подголовником. Это реально удобно. Почему все так не делают, я не знаю. Хотя многие производители уже к этому пришли. Так, что касается крепления маленького ребенка, мы с вами разобрались. Чтобы установить сюда, чтобы посадить ребенка повзрослее, эти ремешки отсюда демонтируются. И ребенок начинает крепиться уже взрослым ремнем. Для того, чтобы пристегнуть взрослым ремнем, здесь все очень просто. Как вот вы себя крепите в автомобиле. И в подголовнике всегда есть специальные красные направляющие, в которые нужно обязательно пропустить ремешок. И, соответственно, только так мы крепим, и никак иначе. В противном случае ремень окажется на горле, и еще где-то этого допустить нельзя. Следите за тем, чтобы ремень всегда был в направляющем. Соответственно, что касается крепления ребенка, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим с вами, как крепится само кресло. В кресле есть все системы крепления, которые возможны. Здесь можно установить кресло на изофикс. Вот он, система изофикса. Также в кресле есть якорный ремень. Тоже очень полезная вещь. Якорный ремень. И плюс ко всему, в кресле есть возможность крепления обычным штатным ремнем. Здесь для этого есть отверстие сзади. Пропускаем ремень сюда, отсюда высовываем. Ну и, соответственно, в обратном порядке, точнее говоря. И защелкиваем. Можно прикрепить только ремнем. Можно прикрепить только изофиксом и якорным ремнем. А можно и ремнем, и изофиксом. Это на самом деле очень удобно. Сейчас я вам все это покажу. Что касается изофикса. Мне что нравится в этом кресле. Очень длинный ход у изофикса. Это чем хорошо? Тем, что когда вы крепите кресло на изофикс, вам же нужно еще место для того, чтобы наклонить. Чем длиннее изофикс, тем дальше это двигается от кресла автомобильного. И у нас получается больше хода для наклона. Так, вот смотрите. Берем ремень. Отсюда вам виднее. Просовываем здесь в отверстие. Достаем его с того отверстия, что сзади я вам показал. Просовываем во второе такое же отверстие. И защелкиваем. Мешок нужно обязательно вытянуть, а то его будет не хватать. Все. После чего натянули. Все, натянули. И можно ехать. Вот вам видно хорошо, как это все установлено. Ремень находится под ребенком. Ребенок никак с ним не контактирует. Поэтому все отлично. Вот. Также можно это кресло установить, как я вам говорил, вот так вот с ремнем и изофиксом. Вот. И ремень вы уже видите, как ставить. Давайте теперь покажу вам, как здесь работает изофикс. Сейчас это я закрою, чтобы оно нам не мешало. Вот. Если мы ремнем и изофиксом крепим, соответственно, ремень тоже пропускаем. На изофикс до щелчка. Вот. И якорный ремень нужно установить обязательно для того, чтобы была верхняя точка крепления при ДТП. Необходимо, чтобы точка крепления была снизу и сверху. И на седанах обычно это за подголовником. На других кузовах. Это где-то на спинке заднего сидения. Ремешок длинный, регулируется. Поэтому закрепили, натянули. И, собственно, кресло у нас стоит. Так. По безопасности еще кое-что добавлю. Здесь установлена система, которая гасит энергию удара при боковом ДТП. И в каркас вживлена металлическая конструкция, которая не дает деформироваться креслу при ДТП. Поэтому с жесткостью самого каркаса здесь все отлично. Поэтому и ребенка, как я говорил в начале, можно доверять этому креслу. Из интересных фишек, которые другие производители немножко жадничают, здесь есть, например, в комплекте идет подстаканник, который можно с любой стороны прикрепить. И плюс производитель дарит в подарок вот такие вот, вроде мелочи, но полезные вещи. Это у нас шторочки от солнца, можно на окна закрепить. И, соответственно, подарочная накидка на переднее сидение с кармашками, как органайзер заодно. И сохранить в чистоте переднее сидение перед ребенком в автомобиле. Вот мелочь, казалось бы, но идет в подарок. Учитывая, что это кресло само по себе не очень дорогое, я считаю, это огромный-огромный плюс для этой компании. Вот. В принципе, для меня лично бренд малоизвестный. Я, в принципе, первый раз с ним столкнулся. Но первые впечатления лично у меня по этому креслу очень положительные. Особенно меня зацепила ткань. Для меня важно, чтобы ткань была хорошая. Вот ребенок же это все трогает. Особенно вот эта часть, где лицо, щечки, там должно быть особенно приятно. А здесь такая ткань везде. Очень классная, красивая ткань. Я думаю, и летом тоже эта ткань очень хорошо себя показывает. По крайней мере, производитель об этом заявляет. Что ткань дышащая, что с климатом для ребенка здесь все в порядке. Поэтому вот смело могу рекомендовать по соотношению цены и качества. Я лично одобряю, мне нравится. Выбор, естественно, как всегда за вами. Вот. Собственно, по креслу добавить мне больше нечего. Все, что хотел сказать, сказал. Если было полезно это видео, вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Подписаться на канал для меня. Это мне помогает делать для вас больше новых обзоров. Это меня мотивирует. Поэтому не забываем это делать. И в заключение хочу поблагодарить Мир Автокресел за предоставленный на обзор кресло Лионелло Каспер. А вам пожелать хочу всего доброго и до свидания.